Моя бывшая супруга не дает мне видеться с ребенком. Что мне делать? В соответствии с статьей 66 Семейного кодекса Российской Федерации, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право видеться с ребенком, а также право на участие в его воспитании и развитии. А супруг, с которым проживает данный ребенок, не должен чинить препятствия другому супругу на общение с ребенком. В вашем случае вам необходимо подать жалобу на действия вашей супруги в органы опеки и попечительства, которые проведут с ней профилактическую беседу. Если такая беседа положительного результата не даст, вам необходимо подать заявление о привлечении вашей супруги к административной ответственности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Если и данная мера не принесет вам положительного результата, вам необходимо обратиться к адвокату, который подготовит и подаст иск в суд материалы искового заявления о нечинении препятствий в общении с ребенком и установлении графика встреч. Если вы не лишены и не ограничены в родительских правах в судебном порядке, судом будет постановлено решение, в котором будет установлен график встреч с указанием конкретных дней и часов, а также каникул и отпусков, в течение которых вы имеете право забирать вашего ребенка и проводить с ним встречи наедине. Если и после вынесения решения суда супруга будет продолжать вам чинить препятствия в общении с ребенком, вы сможете подать исполнительный лист на исполнение судебным приставам-исполнителям, которые в установленный судом график будут насильно забирать у вашей бывшей супруги ребенка и передавать его вам. Хочется отметить, что данная мера является очень жестокой по отношению к ребенку, поэтому вашей супруге нужно трижды задуматься о том, стоит ли доводить дело до суда. Попробуйте договориться с ней. Продолжение следует...